В связи с нестабильной ситуацией в мире, а в частности в России, появляется все больше новых правил во всех жизненных аспектах человечества. На этот раз гражданам России представили информацию об изменениях в Центральном банке. До начала осени будет возможным снять валюту наличными только в объеме до 10 тысяч долларов, оставшаяся часть рублей для выдачи по актуальному курсу. Стоит отметить, что в период временных изменений граждане спокойно могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Процентная ставка изначально условия не подвластна нововведениям, а все средства будут сохранены в той валюте, в которой был открыт вклад. Центральный банк резко поднял ключевую ставку до 20% годовых. Это, в общем, беспрецедентный шаг. Такого никогда ранее не наблюдалось. С тем, чтобы, во-первых, обеспечить привлекательные условия для вкладчиков банков, для того, чтобы они не изымали деньги из банковской системы, а наоборот, несли деньги в банки. Во-вторых, это ограничивает кредитование, потому что по таким высоким ставкам, безусловно, заемщики будут уменьшать свою потребность в привлечении кредитов. Бесспорно, каждого экономически подкованного человека заботит ближайшее будущее Центрального банка и отражение изменений в действительности. В сети все чаще стали появляться обеспокоенные сообщения от заинтересованных пользователей о повышении ставки по кредитам и вкладам, об отсрочках для индивидуальных предпринимателей и многом другом. Удивительно, что даже в такое нестабильное время россияне не унывают, а думают, как можно приумножить и сохранить свой капитал в сложившейся экономической ситуации. Не стоит совершать каких-либо сомнительных финансовых операций под воздействием эмоций, под воздействием, ну не знаю, недобросовестной рекламы, под воздействием каких-то панических слухов, потому что, как правило, подобные эмоциональные операции оказываются убыточными. Поэтому сохранять спокойствие, не делать лишних ненужных движений и перепроверять ту информацию, которая к вам поступает. Не доверять сомнительным источникам информации. Это, наверное, самое лучшее, что можно сейчас сделать. Несмотря на нездоровое положение вещей в стране, на сегодняшний день вся Россия без исключения заинтересована в положительном исходе событий. Однако эксперты все же советуют подстраиваться под ситуацию, насколько это представляется возможным, и адаптироваться под нынешние реалии. Карина Саяхова, Универньюс.